Дорогие друзья, с вами Рост. Сегодня мы продолжаем играть в Conan Exiles и мне в голову пришла идея провести эксперимент, касающийся самой топовой брони, самого топового вооружения. На данный момент мой герой в тяжелой броне полностью. Вот здесь все тяжелый шлем, рукавицы, сапоги, набедренник, также химирийский боевой топор и, конечно же, щит треугольный. Собой возьмем немного еды, подвечки, лук. Суть в чем? На данный момент мы находимся в правом нижнем углу карты, то есть, по сути дела, на месте респауна. Здесь я оборудовал небольшую базу. Все мои параметры сейчас полные. И мне интересно, как далеко я смогу уйти в топовой броне и с топовым вооружением по карте, двигаясь вверх. Ну что ж, пойдем посмотрим. Так, закроем. И пойдем посмотрим, что у нас там есть. Тут остатки моей старой базы после вызова бога. Это все, что осталось. Так что будьте аккуратны с вызовом богов. Не вызывайте их вместе в ваше строение, иначе ничего не останется. Так. Кто у нас на очереди? Так, берем вооружаемся. Впереди у нас два изгнанника. Они толстым без брони. Даже без более-менее внятого оружия. Один удар. Два. Три. Лопнул. Защита. Удар. Раз, два, три. Вот. Это да. Три удара. Так. Три удара. Выбросим человеческую площадь, чтобы она здесь у нас лишней не забирала. Выбросим. Три удара тоже не нужна, в принципе. Так. Пойдем дальше. Смотрите, жизнь у нас осталась практически вся. И впереди крокодил. В начале это очень опасный хищник. Так, обходим его. Ой-ой-ой. Сколько там? Пять ударов он выдержал. Пять ударов. Так, идем дальше. Впереди вот эта вот черепаха-переросток. Раз, два, три, четыре. Четыре удара. Так. Четыре удара. Смотрим. Так, у меня вот я в прошлый раз в пещерах был скверный, заразился. Что-то я до сих пор не вылечился. Ладно, сейчас смотрим. Почти вся броня у нас целая. Немного у нас подстерся боевой топор. И немного щит. Вот от одного удара я расчетился. Что-то было. Вы сами видели, что не особо-то она защитила от нападения крокодила. Я думаю, что, скорее всего, щит рассчитан больше на человеческих APC. Хочется, более чем на врагов. Так, и вверху опять там черепаха-переросток. Ну и, конечно же, гиена. Иди сюда. Грязное животное. Раз. Два. Два удара. Гиены нет. Извиняюсь. Так, кто еще у нас тут есть? Кроликов мы трогать не будем. Страус. Вот, Страус. Мы продолжаем продвигаться. Так, Страус, иди сюда. Раз. Два. 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 Что такое? Пять. Пять ударов. Да вы только посмотрите. Пять ударов Страуса. Отлично. Еще кто-то загребится. Там еще один. Раз. Два. Три. Четыре. О, четыре. Раз, два. Блин. Да, что же это такое? Смотри, у нас практически вся жизнь осталась. Хорошо. Сейчас чуть-чуть остановимся. Это я еще не использовал зелье лечения. Зелье лечения. Копор у нас уже подстерся. Впереди носорог. Ну, как вы думаете, стоит его трогать? Нет? Ну ладно, не будем его трогать. Продвигаемся дальше. Выше уборы. И впереди паук. Ну, конечно. Как же без паука? Можно попробовать его дальнобойным оружием. Вот так. Один выстрел огненной стрелой и нет паука. Да. Кстати, что касается сбора. Вот у нас паути нападает. И хор. Из пауков собирается, как видите. Но у меня сейчас x10 стоит, поэтому это нереальное количество ресурсов. Но подать я все это сейчас выброшу. Что такое? Ладно, оставим это как есть. Продвигаемся дальше. Я там видел лагерь. Я уже там был. Видел лагерь. Так. Вот у нас есть лагерь. Что мы сможем сделать с этим лагерем? Ну, давайте попробуем начнем с дальнобойной атаки. Как видите, пауку достаточно одного выстрела. При том, что у меня на данный момент герканский лук и огненные стрелы. Один выстрел и нету паука. Ну, это простейший паук. Впереди там будут посерьезнее враги. Что-то тут у нас такое. Меня заметили. И мы приступаем непосредственно к боевке. Это что такое? Что-то что-то, не понял. Ха-ха-ха. Так, ну-ка. Так, вот таким вот образом мы окропили кровавую землю. Сделали тут землю кровью. Я сам почти помер. Так, ну-ка. Попробуем землю лечения. Ага, лечится, лечится. Интересно, насколько его хватит полностью. Восстановимся или нет. Я еще ни разу его не использовал. Недавно сделал. Так, что у нас получается? Лечение закончилось. То есть, процентов на 35, наверное. Это лечение работает. Так, уберем конечности. Все вот эти не нужны нам. Это рядом шарится. Кто это? Страус. Итак, давайте посмотрим. Нападение почти 5 персонажей на нас напало. Так, NPC. Щит. Более-менее. Топор. Ну, какой вывод можно сделать пока? Для дальних забегов нужно обязательно брать с собой лечение. Там, в деле, лечение, еду и воду. Кстати, о еде и воде. Вода-то у меня есть или нет? Воды у меня нет. Так. Значит, еда есть зато я сейчас. Един. И обязательно с собой берите путь. Стальные бруски. И кожу, конечно же. Конечно же, кожу. Теперь один на один попробуем. Так, защищаемся. Как видите, этот щит, он не только защищает, но еще и наносит обратный урон при атаке на вас, NPC. То интересно, будет ли разрушаться это все дело от огненных стрел. Ну, конечно же, будет ступить мою кровь. Ты же что удумал? Так. А? Отлично, смещаемся, смещаемся и подходим. Подходим, так. А ты чего хочешь? О, это как раз то, что нужно. Давайте еще полутаем их. Что здесь есть? А что? Что там? Гори-ка? Никакого коммуникатора. Какие-то... Нас так не делали. Что полутать я не буду? В смысле? Что тут у них есть? Ну, нет. Вот, вот. Интересно. Очень интересно. Ау. Вам не разрешено власти. Ооо. Ооо. Вы это видели, да? Ха-ха-ха. Так. Это какие-то людоеды были. Больше их нет. Здесь, по-видимому, нужно будет брать потом рабов. В плен. Так. Впереди долина. Вот, где-то там вдали. Где-то там вдали есть пещеры. В этих пещерах есть различные пауки. Там есть пещеры со змеями. Кстати, там и скверные есть. А вот и прокодил. Здравствуй, дружок. Так. По-моему, это перескор прокодил. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, четыре. Раз, два, четыре. Раз, два, пять. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Ну, какой вывод сделать можно на данный момент? По-моему, эта броня делает из нас уже имбук своеобразный. Что-то еще здесь есть. А, это все лишь паука. Иди сюда. За пауками не стоит гоняться. Что такое? А, это еще один ром. Да, ребята. Все-таки он меня съел. Это волос. Так. Пожалуй, мы все собираемся с вором животных. Ну, все. Следите за уровнем второго персонажа. А на этом все. С вами был Рост. Ставьте ваши лайки, дизлайки. До новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok